Привет, бандиты, с вами Неконтрящийся, и сегодня я продолжу пароваться хилерами всех форм и расцветок, и на очереди мой старый друг, Медкит, но не простой ховер, как был раньше, а дрон, настоящий полноприводный дрон. Возможно, кто помнит, как я строил Гралю первую версию этой штуки, и он запилил на неё неплохой обзор. Так вот, в новой версии исправлена проблема идиотской раскачки, теперь, так как это дрон, моя печка может летать куда угодно и где угодно, не испытывая никаких неудобств. Кстати, обращаю ваше внимание, что конструкция бескрылая, а бескрылая машина в наше время чертовски большая редкость. Имеется в виду те крафты, которые не просто летают бескрыла, а могут сражаться не хуже крылатых аналогов или даже наземки. С трудом верится, что эта белая коробочка может кого-то нагнуть? Да, согласен, я и сам не особо верил. Даже не хотел поначалу бой записывать, но вышел намного лучше, чем я думал. Как видите, скорость довольно высока. Ещё выше она становится с набором Уреклока, как и лютый дэмэдж её могучей сил пушки на 3 левела старше. В сочетании с неопытностью игроков и тем, что редко кто на этом уровне надёжно закрывает пилота с крыши, это позволяет творить настоящие чудеса. И да, только сегодня и только сейчас аттракцион неслыханной щедрости. Брат Румб разбирает свой крафт и показывает, как он сделан. Да-да, вы не ослышались. Сегодня я даю вам не как обычно только идеи, технологии и приёмы строительства, а самый настоящий готовый крафт. Вот, собственно, вы и в ангаре. Давайте снимем боковую крышку. Внутри, на первый взгляд, может показаться, что всё довольно запутанно, но на самом деле конструкция простейшая. Хотя, когда я её и собирал, то чувствовал себя прямо-таки часовщиком, который пинцетиком помещает крохотные детальки в малюсенькую коробочку. Первое, что бросается в глаза, это отсутствие трастеров на спуск. Да, в этой конструкции настолько мало мест, что пришлось пожертвовать ими. Вместо трастеров данную функцию выполняет гравитация. Также, тут не совсем стандартная схема руля. Всего два трастера. Это тоже следствие нехватки места и ранкида. Для такой маленькой конструкции двух трастеров, как оказалось, хватает с головой. Ну и разумеется, большинство блоков либо Призмы, либо Индеры. С исключением, пожалуй, ручки на крыше. Аптечка занимает всего 250 CPU, а значит её может позволить себе каждый. И если у вас есть друг, который только начинает играть в Ромокрафт, то соберите ему эту штуку. А лучше, поделитесь ссылкой на видео. Пусть это будет начало его пути в дирижаблестроении. Эта конструкция – маленькое чудо. Идеальная реплика крохотной аптечки на третий тир, где каждая деталь совершенна. И я хочу поделиться ею с вами. Надеюсь, вы получите то же удовольствие, что и я. Желаю удачи. С вами был Неконтрящийся. 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 С вами был Неконтрящийся.